Киоски и небольшие магазины города будут выглядеть по-новому. Сегодня местная власть презентовала журналистам новые архетипы, рекомендуемые для малых архитектурных форм города. В нашем городе около двух с половиной тысяч временных сооружений. Стоит ли говорить, что множество разномастных киосков, натыканных сплошь и рядом, как в центре города, так и на его окраинах, портят общий вид? Эту проблему планируют решить за счет введения единого архетипа для этих сооружений. Департамент архитектуры разработал несколько вариантов архетипов временных сооружений. Так, киоски в исторической части города могут выглядеть так. А вот в части Запорожья, именуемой Сосгородом, предлагают сразу несколько вариантов архетипов временных сооружений. После обсуждения с общественностью примут конкретное решение. Вот такие киоски должны заменить существующие в офисном центре Запорожья от Лермонтова до Фортечной. А вот так видят архитекторы-магазинчики в спальных районах и на второстепенных улицах города. На практике это будет выглядеть так. Как только у предпринимателя, торгующего в киоске, закончится срок его разрешительных документов, он обратится за новыми в департамент архитектуры. А уж тут ему любезно предложат переоборудовать его киоск под соответствующий архетип. Человек, который будет устанавливать либо новое временное сооружение, либо когда у него будет заканчиваться паспорт, он должен быть готов к тому, что ему надо будет поменять, скажем так, уже на действующий архетип. Мы прекрасно понимаем, что это затраты, но еще раз говорю, город Запорожье не должен остаться со свалкой. Если предприниматель этого не сделает, новые документы ему не выдадут. Как следствие, демонтаж киоска. В общем, процедура облагораживания временных сооружений может занять около пяти лет. Ведь разрешительные документы предпринимателю выдаются максимум на этот срок. Кроме этого, обещают уменьшить количество уже существующих временных сооружений. Из двух с половиной тысяч мы не видим около половин, полтысячи мы не видим в рамках комплексной схемы. То есть, как бы полтысячи временных сооружений, скорее всего, оттуда уйдет. Так что, если городская власть будет тверда в своих намерениях, то в течение пяти лет временные сооружения города перестанут диссонировать с архитектурой Запорожья.